Снег. Это форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. Их формирование начинается в атмосфере, когда водяной пар конденсируется на микроскопических частицах пыли или других ядрах, образуя центры кристаллизации. По мере подъема и охлаждения влаги, эти центры роста слипаются и превращаются в кристаллы, которые падают на землю в виде снега. Его форма и структура зависят от многих факторов, включая температуру, влажность, атмосферное давление и скорость ветра. Каждая снежинка – это красивое создание природы, шестилучевая звезда. А почему шестилучевая? Дело в том, что все окружающие нас предметы стоят из отдельных молекул, точно так же и снежинки стоят из множества отдельных молекул, которые, соединяясь между собой, образуют красивые такие создания, кристаллы. Как же образуются снежинки на самом деле? Капельки воды, испаряясь с поверхности морей и океанов, поднимаются в небо. Там они притягиваются к частичкам пыли и под воздействием низких температур замерзают. Кристаллики льда при этом размером всего в одну десятую миллиметра. Но по пути к земле они растут из-за того, что им встречаются участки облаков, имеющие разную температуру и влажность, благодаря чему снежинки приобретают разные геометрические формы. Ученые утверждают, что снежных кристаллов по форме бывает четыре. Простейшая форма, длинные игольчатые кристаллы. Все остальные типы имеют шесть сторон. Наглядной моделью кристаллического строения льда, вот среди множества кристаллов, вот здесь вот есть кристаллы льда. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот здесь вы видите, что эта модель стоит и множество красных и белых шариков. Вот один белый шарик и два красных шарика, вот эти пары их, это есть не что иное, как молекула воды. Это атом кислорода, связан с двумя атомами водорода. Вот еще такой же. Липкость или рыхлость снега зависят от влажности. Именно вода служит связующим компонентом и скрепляет снежинки друг с другом. Лепится снег при плюсовых температурах около 0 градусов. А вот в морозы вода застывает, поэтому сделать что-то из него не получается. Но если принести снег с мороза в дом, то он снова станет липким, а потом растает. Кристаллическая структура снега представляет собой шестилучевую звезду. Вот если взять одну отдельную такую ячейку, кристаллическую ячейку, если эта кристаллическая ячейка будет расти от каждого угла вот этого шестиграника, то образуется шестилучевая звезда, которая представляет собой структуру снежинок. И вот эти снежинки образуются в верхних слоях атмосферы. Наблюдение за снежным покровом проводится на метеорологических станциях. Там определяется его наличие, степень покрытия им окрестности станции и измерение его высоты и плотности. Чтобы точно фиксировать количество осадков и избежать разночтений, выпавший снег измеряется в жидком состоянии. Его размещают в осадкомер, растапливают и выливают в осадкомерный стакан, получая эквивалент. Сколько бы это было, если бы шел дождь? В зимнее время осадки прогнозировать, конечно, проще. В силу того, что здесь ведущая роль циркуляции и менее значимая роль местная. То есть, если у нас в летнее время, например, осадки часто, при локальной осадке часто выдаются близ вот таких крупных испарительных, близ водоемов, водохранилищ, то в летнее время мы можем от свежей траектории циклонов в фронты. И, исходя из того, на каком участке фронта и в какой области циклона мы окажемся, у нас выпадает то или иное количество осадков. Снег также влияет на климатические условия. Белый свет отражает солнечное излучение, что снижает его поглощение. Еще он может служить преградой для ветра и создавать микроклимат вокруг себя. Однако снег не всегда безобиден. Излишне тяжелый снег может вызвать обрушение крыш и деревьев, поэтому стоит всегда оставаться на чеку. Кристина Отекина, Николай Суховский, Аделя Файзулина, Универновости.